Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тюменской области или приз губернатора Тюменской области Открытый кубок нашей страны, международные соревнования Сегодня в программе Мегамастарты Женский завершен, впереди мужской Дистанция 18 километров и 6 огневых рубежей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тюменской области В общем много чего интересного творили в спорте И продолжают творить И здесь же на дистанции 25 номер Появится Дмитрий Ярошенко Для которого каждый старт уходящий Двукратный чемпион мира объявил о том, что он завершает карьеру Ну а пока очень драматичные итоги Женского Мегамастарта Где была дистанция 13,5 километров Бронзовым призером, казалось бы, стала Ольга Вилухина Почему, казалось бы, она прошла на один штрафной круг меньше И, увы, была дисквалифицирована Кайса Макарарин победила Вид Семиренко вторая Вот третье место перешло В землячке из Новосибирской области Вилухиной Анне Никулиной Так что Никулина третья Но слова поддержки Оли Всякое бывает, это спорт Но, тем не менее, нужно быть, конечно, предельно внимательным и аккуратным Итак, представление мужчин Много местных спортсменов Андрей Маковеев Мы знаем представителей Тюменской области Бьерн Фейри, олимпийский чемпион, звездный гость Вместе с Бергманом Швед приехал сюда И Евгений Гараничев, который реализовал себя, ну, практически полностью В рамках чемпионата страны Увадского Выиграл и спринт Гонг-преследование Антон Шипулин готовится к гонке чемпионов 6-го числа Дмитрия Малышка в олимпийском мы не увидим Но видим здесь на кубке губернатора Или состязаниях на призы губернатора Тюменской области И Яков Фак, чемпион мира, олимпийский призер Самый титулованный Вместе с Бьерном Фейри Вместе с Антоном Шипулиным Участник сегодняшней гонки Но прижит еще и Иван Черезов Тоже знаменитый человек, как вы понимаете Выигравший масс-старт в рамках чемпионата страны Максим Максимов Тремящийся снова попасть в обойму лучших спортсменов 21-й номеру Тюменца Итак, Мегамастарт 18 километров И еще раз я хочу отметить 57 человек на старте Вначале первый рубеж стреляет первая тридцатка Затем, соответственно, остальные идут транзитом Проходят второй круг И стреляют они свой первый рубеж И фактически вот только после того, как два раза Вот эти группы, одна и другая Подойдут к огневой позиции И уже станет известна та или иная раскладка по стартовым предварительным итогам Но сейчас мы видим, как Антон Шипулин выиграл очень серьезную стартовую борьбу И здесь же пытается Тимофей Лапшин под 12-м номером цепляться И плюс ко всему Яков Пак У которого нынешний сезон был, ну, разным с точки зрения результата Потому что на этапах Кубка мира выступал Но все-таки чемпион мира в нынешнем сезоне статус свой не подтвердил И здесь же мы видим, как Александр Логинов Восьмой номер И вместе с ним Александр Печенкин Наша молодежь Те люди, которые на чемпионатах мира и Европы выступали блестяще Но и Логинов реализовал себя в главной команде Реализовал себя с блеском И, собственно говоря, сегодня, после того, как был перерыв выступлений за основную команду И у Логиновы, и у Цветкова отличный шанс показать себя на глазах у честного биатлонного народа Итак, сегодня мега-маст-старт Итак, мы видим, что Антон Шипулин, продолжая в числе лучших находиться Евгений Гараничев, четвертый номер Отрезок километра и четыреста За ним Шипулин Восьмой номер И третья позиция у Александра Логинова И мы видим, что Дмитрий Малышко работает слева Андрей Маковеев в форме Тюменской области Он нынче вышел на дистанцию И Гараничев весьма уверенное начало Конечно, Евгений после всех неудач и стафетных, прежде всего, в нынешнем сезоне Было очень сложно ему найти себя Но, тем не менее, в рамках чемпионата страны Вот эти гонки, которые состоялись в Увате Завершились очень удачно для Гараничева Он сначала опередил Алексея Волкова и Алексея Труцева в спринтерской гонке Затем в Пассиюте снова Гараничев первый Снова Волков второй И на сей раз Максим Буртасов третий Но мы видим, как старается Иван Черезов Мы видим, как наш знаменитый ветеран Который не сумел сразу же пробраться в сборную России после травмы Но, тем не менее, масс-старт 15-километровый покорился именно Черезов Он, кстати, кеменский спортсмен Поступает за местную команду на чемпионатах внутрироссийских Максим Чудов удачно был вторым в той гонке Максим Максимов третий То есть, отмечаем, что многие из тех, кто, казалось бы, с трудом пробивается в основной состав сборной Но, тем не менее, демонстрируют на внутрироссийской арене вполне себе впечатляющие результаты Километр 400, Гаранчев, Шипулин, Логинов, Малышка, Маковеев, Бергман Здесь же Николай Панкратов Николай Панкратов – выдающийся лыжник, призер чемпионата мира, который нынче биатлонист И сейчас на седьмой позиции идет в этой группе сильнейших, опережая факов, Ферри, Сергея Клячина Вот она, десятка сильнейших Гаранчев, Шипулин, Логинов, Малышка, Маковеев, Бергман, Панкратов, Фак, Ферри, Клячин, Цветков, Печенкин, Прокунин, Дюжев, Черезов, Лапшин, Герошенко, Гусев, Трусов, Максимов Это двадцатка сильнейших Помогают наши тренеры зарубежным гостям Валерий Захаров накануне работал с Яковым Факом Согласимся, что не каждый может похвастаться, что пристреливал Фака И вообще радушие и наших тренеров, и спортсменов, ну и прежде всего зрителей Тюменских не знает границ Ну а сейчас мы видим, как Панкратов в числе первых Ну пока сложно, конечно, с освоением стрельбы Но тем не менее спортсмен продолжает двигаться вперед Итак, первая тридцатка подходит к огневому рубежу Остальные проходят дальше И сейчас мы посмотрим, как будут действовать все те, кто составляет цвет мирового биатлона прежде всего Ну и обращать внимание на ветеранов Гаранчев, первый выстрел мимо Ветер серьезный Логинов один в хромах Ну и мы видим Маковеев, закрывает все мишени Шипулин, два промаха у Малышка Черезов, блестящий молодец Лапшин, у Фака промах, переточен Бергман промах, Логинов промах, Цветков попадает Промах у Печенкина Гусев неудачно, Гусев тоже завершает свою карьеру Промах у Чурина, у Елисеева Ну что ж, теперь борьба продолжается И сейчас мы порадуемся за Ивана Черезова Достаточно уверенно проведшего свою стартовую стрельбу Еще раз я отмечаю, что Ольга Вилухина, которая третьей пришла на финиш Один свой штрафной круг не прошла И в итоге была дисквалифицирована И, соответственно, вместо Вилухиной на третью ступеньку педестала Поднялась Анна Никулина Молодая спортсменка из Новосибирской области Которую очень тепло приветствовали зрители Потому что мы прекрасно понимаем И каждые новые имена Это большое счастье для всех нас И уже, конечно, выиграть такой серьезный масс-старт И стартовать третий в гонке преследований Который будет завтра на глазах у тренерского штаба Стоит дорого Итак, приз губернатора Тюменской области Или открытый Кубок России Серьезные международные соревнования И жемчужина Сибири продолжает претендовать на то Чтобы уже в обозримом будущем Быть весомым участником биатлонных международных процессов Ну и, собственно, по этому поводу разговоров хоть отбавляясь С точки зрения инфраструктуры, с точки зрения организации и хозяйства Конечно, Тюмень задает тон Об этом говорила Кайса Макаранина Обращая внимание, как ей нравится тренироваться в России Говорила и про Сочи, конечно же Про Хант и Мансиска, разумеется И не оставляла без внимания жемчужину Сибири Ну что ж, пока во всяком случае Если говорить о тех, кто не стрелял Панченко, Кабардин, Вахамбетов, Жевлаков, Агарков, Севастьянов, Шиталин, Мусалимов, Колодичу Вот десятка тех, кто показал очень хорошую работу Соответственно, не стреляя Ну а из тех, кто был на рубежах Мы отмечаем Шитулина, Ковеева, Черезова В нескольких секундах ушедшего после этих людей Андрея Пракунина, опытного ветерана-москвича Который некогда был в основном в составе сборной Там Максим Максимов, Дмитрий Ярошенко В общем, группа весьма и весьма плотная Прошел круг Гараничев И мы отмечаем, что здесь, в отличие от остальных гонок Ну, признанных, олимпийских, так скажем Круг меньшего Размера 100 метров Ведут спортсмены, если промахивается Шесть огневых рубежей Мега масс-старт Завтра, соответственно, гонки-преследования И преимущества, которые будут иметь спортсмены Они, соответственно, на финише трансформируются В три раза в сторону уменьшения То есть, если, скажем, преимущество Составляет 12 секунд, допустим, на финише То 4 секунды на старте в гонке-преследовании Будет преимущество того или иного спортсмена Но об этом мы поговорим завтра Впереди у нас еще окончание этого сложного Такого непростого предолимпийского сезона 6 числа гонка чемпиона в спорткомплексе Олимпийский Плюс наша биатлонная программа Не пропустите биатлон с Дмитрием Губерниевым Ну и вот сейчас Очень интересно будет наблюдать Собственно, а как такая орава подойдет К огневому рубежу И здесь, если вдруг А такое, конечно, предполагалось судьями Места кому-то не хватит В порядке прихода на огневой рубеж Тогда спортсмены будут ожидать И уже дальше Сивидата оперативно Пересчитает Показания спортсменов с учетом вот этого ожидания С учетом этого коридора Ну, накладывает отпечаток, конечно С одной стороны, вот это большое количество стартующих Но понятно, насколько важным является Для очень многих российских спортсменов Участие в таких соревнованиях И с огромным удовольствием приезжают иностранцы Но без падений, как мы видим, не обходится Это Алексей Альмуков Представитель сборной команды Австралии Он сибиряк, как мы знаем, с отцом Уже достаточно давно уехал на зеленый континент И продолжает выступать Продолжает выступать И с каждым, наверное, стартом Пытается все выше и выше пробраться Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...